Приветствую вас, и для начала мне бы хотелось, чтобы вы подумали над тем, какой ответ вы хотели бы услышать для себя. Ну, то есть, я имею ввиду, что по запросу очень похоже на то, что вы рассчитываете получить ответ такой конкретный достаточно. То есть, когда, да, будете ли вы вместе, когда и с чего ждать, с чего ждать дальше. Это достаточно четкий этот запрос. Этот запрос могут удовлетворить эзотерики. Специалисты в этой области отвечают на такие вопросы. Психологи, а именно в раздел «Психологию» вы задали свой вопрос, не занимаются предсказанием. Психология отвечает на вопрос о том, как я могу лучше понять себя, чтобы быть собой, чтобы понимать, чего я хочу, и куда я иду, и с кем я иду. Вот этот момент, это различие, оно принципиально при определении того, куда вы обращаетесь с вашим вопросом, с вашим запросом и так далее. И поскольку вы задаете свой вопрос, как я уже сказал, в раздел именно психологии, то я и отвечу вам на этот самый вопрос с точки зрения психологии. А с точки зрения психологии, очевидно, что человек, который уехал от вас, будет с вами вместе только в том случае, если есть достаточно определенное будущее того, будете ли вы вместе или нет. То есть в разделе можно понимать, есть ли у вас планы по дальнейшей жизни. Потому что вот два с половиной месяца он только отвечает на ваши смс, это означает, что он уже отчаивается и забывает вас. Потому что нет надежды на то, что вы будете вместе, и он просто-напросто уже понимает, что если вы не будете вместе, так зачем же вам писать, зачем дистеребить свою душу, зачем себя мучить, а вместо тем мучить и вас. Просто вот необходимо понять, как можно лучше для себя. Дальше, значит, кто-то вы не можете его запрыть, говорит о том, что он нужен вам. И вопрос заключается в том, для чего и зачем он вам нужен. То есть если вы желаете ему счастье, то очевидно, что любимый человек, значит, любимый человек сейчас более счастлив, раз он вам не пишет. То есть писать вам означает для него быть менее счастливым, чем если бы он вам не писал. И вот когда он вам не пишет, ему легче, ему проще. Дальше, значит, соответственно, если вы не можете его забыть несмотря на то, что делаете ему счастье, значит, мы говорим о ваших потребностях, которые вы пытаетесь удовлетворить через него. И это означает, если мы говорим о ваших потребностях, то их нужно выделять и удовлетворять самостоятельно. Это возможно и личность и рост, это и изменение поведения, это и изменение ваших становок, это и повышение уверенности в себе, это и какие-то новые социальные роли. То есть, в общем-то говоря, масштабная работа будет с вами. На вопрос, будем ли мы вместе, я отвечу так. Будете, если у вас есть определенное будущее. Когда, зависит тоже от этого. Ну, а что касается чего ждать дальше, то здесь у нас такая. Вот как будете себя вести, как будете поступать, какое линию поведения будете выстраивать. Вот такие у вас и будут результаты. Естественно, эзотерики ответят на ваши вопросы немножечко по-другому. Естественно, люди разных конфессий также ответят на ваши вопросы немножечко по-другому. Я с твоей стороны считаю так, и по ряду причин имею основания думать, что только от нас самих зависит то, чего нам ждать. Дальше. Вот как вы будете себя вести, так и будет выстраиваться ваша жизнь. Если вы будете ему писать, он будет по-преднему отвечать на ваши смс. Но, скорее всего, вы будете мучиться. Мужчине будет уже или девочке не очень, кто кого любит. Вот. Человеку будет тяжело, но он будет от вас абстрагироваться, а вы будете по-преднему находиться в отношениях с ним. Хотя с ним ли, если это уже не человек на пути, который когда-то был рядом с вами. То есть, решать здесь только вам. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok